Так, сейчас. Репортаж Сезлонга. Вот количество людей там, вот в центре Лазурного. Я покажу, потом покажу, что там. Вода немножко мутная, потому что она не особо спокойная. Ну, такое себе море. Я имею в виду по спокойствию такое себе. А так море, конечно, обалденное. Вот. Вода немножко прохладная. Но это изначально такое ощущение, быстро привыкаешь. Но на улице очень жарко, поэтому классно. Да, вода такая, то это очень классно. Вот. Медузки немножко, пару штук есть. Но они никому не мешают. Хорошие медузки. А вот аттракционы работают, бананчики, плюшки. Что? Немножко пройдемся. Значит, вот немножко отошла от моря. Она обратно пойду по морю и покажу. Значит, растеня наша красотка. Не, пусть идет ложиться. А что ты пьешь? А? Лимонад. Не хочешь? А, лимонад. Пока не надо. А? Нет. Так, идем. Ну, тут прикольно. Мне нравится. Тоже очень тут, как бы, все сделали красиво. Вот. Ну, набережная. Почему она идет? Тут набережная, получается, идет перпендикулярно морю. А не параллельно. Как в Железном порту, как в Скадовске. Чтоб ты вышел на море. И шо? А тут, как таковой, набережной нету там. Вот в этом минус. Ну, что тут, как бы, классного? Что отличает? Мне очень нравится этот песок лазурный. Боже, этот песок, он, он, как с картинки. Вообще, такой классный. Он и визуально выглядит очень красиво. И вообще, он такой какой-то чистый, такой обалденный песок. Он, как с картинкой, он, как с картинкой. Он, как с картинкой, он, как с картинкой. Он, как с картинкой. Субтитры делал DimaTorzok Иду, 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 иду. Хочу дойти до конца уже. Как бы улица эта. У меня уже не хватает сил. Жарко. Благо, что поныряла перед этим. Ага, все. Фух, дошли. Пошли такой нелегкий путь. В 38 градусов жары. По всем вещевым рядам. Но это для обзора. Банкомат, по-моему, здесь его в прошлом году не было. Я знаю, что тут с правой стороны банкомат. Мы там стояли в очереди. Часа полтора, чтобы снять деньги. Ну, сейчас вот еще один стоит. Так, ну все, магазинчики. Сейчас уже, давайте, до угла покажу, что это дорога. Трасса, дорога. Вот. Вот. Вот из-за этого банкомат я говорила. Так, а мы, получается, вот были, когда в автокемпинге, то мы были вот сюда, следу. Приехали оттуда и повернули. Поехали дальше. Все, идем обратно. Там есть автокемпинг. Мы в этом году писали. В прошлом году мы в нем останавливались бесплатно. А в этом году я видела в фейсбуке уже заметки, что он платный, 100 гривен. Но там нет никаких удобств. Якобы сказали, ну, когда люди возмущались и спрашивали, почему он платный, то сказали, показали, вернее, показали, сказали БМЭ, что они убирают мусор. Да, эти денечки у нас в Персоне сильно жаркие. Нам даже везде поскидывали, как, типа, вот этих штормовых предупреждений в виде пекучего солнца, в виде жары больше 40 градусов. Не, ну, нормально. Выйдешь к морю, смотришь по сторонам еще. Как бы с точки маркетинга райнак так и должен быть. Особенно, мне кажется, на море. Человек идет и по дороге что-то смотрит. Ну, это прикольно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы набережная была еще вдоль моря. Не знаю, пусть без кафе, пусть с какими-то просто там выложена плиткой, цветами, скамейками, фонтанами, чем угодно. Ну, посмотрите, какая красота. Там же просто нету даже дороги. Там вот совсем чуть-чуть. Это плиточка, и дальше все идет в песок. Ну, что, мы на море опять-таки спустились вниз. Смотрите, сколько людей. Смотрите, на море. Классно. Вот так по берегу буду идти цель. Вогутиком. В воде мало людей. А тут, ну, средняя наполняемость. Может... Может, обедает или... Или еще не вышли, не проснулись, не знаю. Ну, видели, вот, мы же все и на рынке, сколько людей. Ну, как бы, меня там прямо сбивали. Тут мне тоже кажется, вот, сколько мы сидим, я, бывает, захожу в море, и мне кажется, что меня прям толкает, что не хватает места. А так, смотрю, людей, как таковых, нет. Поэтому... Так. Где-то ж мои волосики. Ага, все, поняла, где спускатеринки. Тут, думаю, сейчас еще потеряю. Ой, моречко. Так, чистота воды. Ну, видите, вообще класс. Чистенько. Чисто, классно. Ага, еще дальше они. Вот такой пляж и вот такое море.